Здравствуйте, друзья! С вами Мамед Исаев и мой друг Магомед Амаров. Сегодня мы покажем вам один прием. Многие его знают, многие не знают. В общем, кому-то будет напоминанием, кому-то будет неплохим уроком. Долго разговаривать не будем, выход на пятку с позиции Маунт. Посмотрите, друзья, вот отсюда вас закрыли. В общем, если это грэпплинг или, например, те же добивания в ММА, да, позиция Маунт, в любом случае, когда человек уже зафиксировался в определенной позиции, да, и ведет добивание, вы все равно не бежите просто так, и вы по-любому будете закрываться и пытаться как-то отсюда уйти, либо прижиматься, либо, мол, то есть, если он вас не вырубил, вы еще можете двигаться, либо бой не остановили. Поэтому, что можно сделать в тот момент, когда уже какие-то добивания будут начинаться? Что мы можем делать? Посмотрите, мы подставляем руки, вот Мага поднимает, посмотрите, печень селезенка, вот прямо поставили, руки ладонями. Затем, что мы делаем? Мы тазом, тазом, вот задний пятник делаем две опоры, вот, подставили руки, тазом подтолкнули его наверх, помогли руками и просунули колено, то есть, вот сюда колено просунули и прям посадили заднюю часть бедра на носок, вот сюда. Затем, что я делаю, смотрите, вот, накрываю вторую ногу, перекрываю тоже бицепс бедра, перекручиваю своей ногой вот сюда. Вторая нога, посмотрите, вот сюда, вот, она упирается и держит его вот там. Что я делаю? Перекрыл, посмотрите, вот сюда, вот пятка поднялась, вот сюда закрываю ледленной частью пятку и вот, вот такой вот захват делаю. Посмотрите, ребят, не такой, не вот такой, не такой, потому что это не работает. Самое главное скрутка, вот, я должен подкручивать именно ахилл для того, чтобы закрыть и подкручивать. Все, отсюда идет сдача. Если у него пятка работает и болевой порог отсутствует, бывают такие люди, у которых болевой порог отсутствует, и в этом случае пятка, ну, как бы ты им не крутил, пока ты ее не сломаешь, они не чувствуют боли, то есть это может быть на любой мышце. Еще раз покажу, посмотрите, вот отсюда мы работаем. Что мы делаем? Ставим опорные ноги, это нужно делать быстро. Вот вы работаете, вот, две ноги поставили и пошел. Еще раз. Посмотрите. Раз, два, подбиваешь и вот здесь получается чуть-чуть отверстие между тазом и животом вашим. Посмотрите, вот, подбил, вот, резкое движение. Вот, и сразу вы должны колено туда впускать, бедро. Пустили колено, отодвигаем в сторону и вторым накрываем сверху, второй ногой. Вот сюда. То есть вы можете подкрутить даже и подсунуть те же пальцы. В этом ничего такого нету. Я не думаю, что за этого засудят или еще что-то. Здесь речь идет о болевом. Чем быстрее вы его сделаете, тем лучше. Как только это происходит, посмотрите, вот здесь поднимается нога. Но когда вы крутите, вы уже должны ее закрывать. Уже закрыли, сразу подводим и крутим. Я вам показываю медленно, по мелочам, по чуть-чуть, чтобы все понимали. Еще раз. Смотрите, вот, накрыл, идет определенное добивание. Не знаю, вот, вы работаете. Ставите опорные ноги. Раз. Резким движением. Одна нога отталкивает то бедро, вторая нога обкручивает это. И затем мы выходим на пятку. Вот сюда. Смотрите, что происходит. Вот сюда на пятку вышли. Он пойдет крутиться. Вы отталкиваете его ногу. И вместе дальше, как бы он ни крутился, что бы он ни делал, он себя закручивает, как шуруп. Что бы он ни делал, ваша задача бицепсом, трицепсом полностью, носок отталкиваем, полностью припеваем. Вообще никакого люфта. Вообще не должно быть никакой, даже чтоб иголочка подсунулась. Настолько вы должны быть затянуты в этот момент и сосредоточены именно на том, чтобы сделать эту болячку. Затянули изо всех сил и в течение десяти секунд в одном прессинге. Прямо придавили. Если вам будет удобно, вы можете про себя просто считать, что бы отвлечь 10 до 10. Если сдача не получится, я не знаю, это либо киборг, либо у него уже сломано пятна сейчас, на этот момент, пока вы насчитываете. Поэтому еще раз покажу этот масел. Смотрите. Две руки ладошками. Одновременно подбив тазом, просовываем колено. Еще раз. Посмотрите, я покажу быстро. Вот мы работаем отсюда. И вышли. То есть, кто-то может сказать, что этот прием не работает. Он работает 100%. Работает все. Нет таких вещей, которые не работают. Есть люди, которые не работают. Ленивые люди. Есть люди, которые просто говорят, что что-то не работает. Есть люди, которые не хотят трудиться. Я слышал такую историю на соревнованиях. Один человек выиграл много схваток в Бразилии. И второй вышел с ним в финал. И, в общем, этот парень уже рассчитывал на то, что он выиграет этот чемпионат. Ну, их местный уровень, мир или что, я не знаю. Ну, в общем, чтобы не было лжи какой-то. В общем, этот парень доходит до финала. И когда с ним выходит тот, он делает ему кимуру. Кимуру, я думаю, вы знаете. Если нет, мы покажем обязательно. В общем, делает прием волевой. И через определенное время этот парень постоянно оттачивал технику ухода от этого приема. То есть, он был настолько впечатлен тем, что ему сделали этот прием. Он считал, что ему такой прием не могут сделать. Ну, в общем, ему сделали такой прием. И он оттачивал защиту. И спустя определенное время эти два человека снова встретились на ковре. И снова встретились. И он снова сделал ему кимуру. И этот парень подошел и говорит, я в течение года тренировал защиту. Я говорит, ну, я не знаю, как у тебя это получилось. Он говорит, понимаешь, ты в течение года тренировал защиту. А я в течение 10 лет отрабатываю этот прием. То есть, зависит от того, что вы делаете, ребят. Если вы будете говорить, у меня не получается, то, ну, конечно, у вас ничего не получится. Лучше сказать, я не могу, чем встать и попробовать. Поэтому надо пробовать, надо оттачивать. Понимаете, как говорят, вода точит камень, да, там. Или вот, например, я слышал, что когда-то там чуть ли не пытки были такие, что человека сажали просто по текущую воду, и оно им пробивало голову. Настолько, ну, вода даже, да, казалось бы. Понимаете, если постоянно, постоянно, постоянно пробовать, то у вас обязательно что-то получится. Конечно, если вы не будете пробовать и будете просто обсуждать, что вот это не получится, это не работает, то не работает, тогда ничего не работает. Вообще ничего. Не заплатишь за свет, свет не будет работать А для того, чтобы заплатить, нужно заработать Не заплатишь за воду, воды не будет Не заработаешь, деньги кушать не сможешь Не отработаешь прием, бороться не сможешь Уигрывать не будешь, не будешь тренироваться То есть там цепочка от Н-ного до Миллионного То есть это бесконечная тема, поэтому тренируйтесь С вами Богомед Исаев, мой друг Богомед Амаров Смотрите нас на канале Pride Team Желаю вам удачи!